Привет всем! С вами, как всегда, Снежана Шестакова и мой мини-питомничек Green Manor Зелёная Усадьба. В этом видео я хочу показать, как правильно размножить и оживить триходерму, чтобы у вас получился 100% результат. Многие садоводы, пытаясь развести триходерму, сталкиваются с такой проблемой, что помимо триходермы развиваются ещё другие всякие бактерии. Плесень, например, такая вот как на хлебе, все её знают, такая же плесень живёт им в земле. И многие сетуют на производителя, мол, некачественные споры и так далее. Сейчас я буду повторять эксперимент, который я подсмотрела у известного блогера «Русских Иванов». Значит, суть правильного размножения триходермы без всяких других бактерий, чтобы развилась только одна чистая, качественная триходерма. Значит, первое, что мы делаем, мы насыпаем в банку любую зерносмесь. То есть можно и отруби, можно овсяную, можно пшеничную, можно просто пшеничка. Ну, в общем, разную любую зерносмесь. Банку добавляем туда ложку сахара. И можно закрыть вот так вот крышкой и хорошо-хорошо банку стряхнуть. Далее мы эту банку ставим в духовку при температуре 180 градусов на один час. Достаем банку и даём ей остыть. И теперь важно, мы разводим медный купорос. Как его разводить? Значит, на литр горячей воды я беру десертную ложку с горкой медного купороса. Примерно вот так вот. Разбавляю в горячей воде. Почему в горячей? Потому что медный купорос очень хорошо разбавляется в горячей воде. Даём немножко остыть. Ну, так, чтобы можно было пальчик засунуть и как бы держать. И выливаем этот медный купорос в нашу зерносмесь. У меня двухлитровая банка. Тут у меня разная зерносмесь. Залили мы эту банку медным купоросом. И даём отстояться, остыть до конца, набухнуть в зерносмеси перед тем, как мы будем добавлять триходерм. Итак, в чём суть эксперимента и почему медный купорос? В одном из видео русских Ивана он рассказывал и показывал экспериментально. На чашках Петри при посеве триходермы в чашке Петри, кроме триходермы, развиваются разные ещё патогенные грибы. Как я уже говорила, вот плесень такая вот, как на хлебе, на овощах, на фруктах, да, такая же плесень живёт и в земле. И вот, когда мы даже простерилизовав зерносмесь, добавляем триходерму, всё равно помимо триходермы растут другие патогенные грибы. И часто триходерма у нас выглядит очень плачевно, и такую триходерму применять нельзя. Но далее он показал эксперимент. Там, где в чашке Петри он добавил триходерму и медный купорос. И в результате такого эксперимента, да, в результате такого опыта в чашке Петри росла чистая триходерма от других патогенных грибов, микроорганизмов не росло. То есть, по его словам, триходерма не боится медного купороса. Поэтому я решила повторить эксперимент. И результат, конечно же, сниму и покажу, что у меня получилось. Ну, ждём, пока остынет и набухнет моя зерносмесь. Итак, прошло полчаса. Моя зерносмесь набухла, остыла. И дальше я беру вот у меня препарат триходермин и высыпаю в эту баночку. То есть, в этом пакетике 20 грамм мы высыпаем где-то половинку. Вот. Думаю, что на 2 литра можно и всю высыпать, но я высыплю половинку пакет. Так, половинка. Можно оставить так, а можно чуть-чуть её, ну, как бы с зерном этим перемешать. Так. Дальше я закрываю стерильной тряпочкой, ну, чистой тряпочкой, надеваю резинку. Вот так вот, через тряпочку всё-таки будет дышать. И ставлю в тёплое место, можно возле батареи. И посмотрим, что из этого вырастет. Как он говорит, через какое-то время вы увидите такие нити. Вот. Увидите, что она размножается. И тогда мы уже увидим результат. Качественная она получилась или нет. Ещё раз говорю, это эксперимент, который я подсмотрела у русских Ивана. Потому что сама, пытаясь развести и размножить, разбудить и размножить триходерму, я тоже получала некачественный препарат. Вот. И была очень разочарована. Ну, посмотрим, как оно всё получится. И я обязательно сниму видео, какой получился результат. Так, у меня прошла неделя. И смотрите, растёт триходерма. Слава Богу, вот можно поближе посмотреть. Слава Богу, никаких дополнительных других бактерий нет. Ну, вот такой вот результат через неделю. А дальше уже посмотрим. Сейчас я попробую увеличить. Вот. И смотрим. Чистая триходерма. Там, где вот тут вот чуть-чуть голубенькая, это осталось от медного купороса. Ну, окрашивание. А так, вроде бы, как растёт чистая триходерма. Без всяких примесей. Ну, я имею ввиду других бактерий, нехороших. Кому было полезно это видео, подписывайтесь на мой канал. Делайте такие же эксперименты. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. И до новых встреч в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова